МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верховный суд РФ внес предложение декриминализировать побои и ряд других преступлений небольшой тяжести. Декриминализировать значит перестать что-то считать преступлением, то есть общественно опасным и уголовно наказуемым деянием. И вот этот призыв президента некоторые депутаты, похоже, поняли по-своему. Иначе как объяснить то, что на последнем пленарном заседании Госдумы уходящего созыва голосами депутатов фракции технического большинства были приняты эти самые антисемейные законы? Так что же это за законы такие? Федеральный СМИ нашел краткое, но емкое их описание. Теперь за любой шлепок, не в меру расшалившемуся чаду, грозит уголовное наказание до двух лет. Причем за такой же шлепок, расшалившемуся соседскому ребенку, не грозит практически ничего. Такой закон, семейный, значит виновен. Согласитесь, кратко, емко и, наверное, возмутительно. Что за странная градация, да и сравнение шлепок, свой ребенок, соседский, два года тюрьмы, в голове даже не укладывается. Но если взять и посмотреть сам законопроект, вернее это даже поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, то многое становится понятным. Думаю, внимание и протестные действия вызвали именно изменения ст. 116 Уголовного кодекса, побои. Похоже, теперь безусловно уголовно наказуемым деянием стало нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших легкого вреда здоровью только в отношении близких лиц. А под близкими лицами в статье понимаются и близкие родственники, супруги, родители и дети. В то же время из статьи исключены все остальные случаи. То есть получается, что уголовку в простонародье теперь можно склопотать, причинив незначительную физическую боль лишь близкому лицу, а за те же действия к неблизкому административку. Видимо, это протестующих и возмутило. Как сами они отмечают в своих выступлениях, в Россию пришла ювенальная юстиция. Почему? Люди уверены, что теперь даже за шлепок или подзатыльник своему провинившемуся ребенку, пусть даже в воспитательных целях, можно получить реальное уголовное наказание. Минимум – это обязательные исправительные работы, а максимум – лишение свободы на срок до двух лет. Не скажу, что я сторонник насилия, пусть даже в воспитательных целях, но это уже перебор. Воспитание, конечно, штука индивидуальная, но согласитесь, ремень иногда все-таки становится его важным, а порой необходимым элементом. А такими темпами, которые задали отдельные депутаты Госдумы из фракций технического большинства, мы можем уйти далеко и совсем не туда. Кстати, законопроект, помимо большинства в Госдуме, был одобрен и Советом Федерации, но, говорят, вызвал оживленную дискуссию. В итоге большинство сенаторов проголосовало «за», но с оговоркой – создать рабочую группу для корректировки чувствительной темы. Корректировка – дело, наверное, хорошее, но разве нельзя было учесть все и сразу? Зачем принимать закон, который в скором времени, возможно, придется снова изменять? Что это за игра такая на чувствах? Не знаю, как вам, а мне это кажется не совсем профессиональным. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но очевидно и ясно одно. Следующий состав Госдумы, который мы изберем в этом сентябре, должен состоять из въедливых и разбирающихся в каждом вопросе депутатов. И обязательно без монополии какой-то одной политической силы. А повлиять на это можем только мы. И нам решать, какой будет следующая Государственная Дума. И еще, если вы хотите поделиться своим мнением по сегодняшней или другим темам нашей передачи, может предложить свою, то обязательно ищите меня в соцсетях, и мы продолжим общение. На этом я с вами прощаюсь. Это был очередной выпуск программы «Политкухня». До новых встреч.